Вчера лента Комиинформа закрылась известием об обыске в администрации Сосногорска. В поле зрения следственных и надзорных органов попал первый заместитель главы администрации Александр Мартын, который подозревается в нарушении закона о муниципальных закупках. Сегодня стало известно о том, что чиновник написал заявление по собственному, чтобы не бросать тень на других работников администрации муниципального района. Жителей республики, наверное, уже ничем не удивишь. Хотя интинцы, например, ареста своего мэра явно не ожидали. Кто следующий? В обывательской среде этот вопрос сегодня один из самых актуальных в республике. Громкие аресты, красочные задержания и, наконец, кадровые перестановки, словно остросюжетный политический сериал. И вот пятница 13-я. Для многих суеверная, для интинского мэра еще и судьбоносная дата. Задержан спецслужбами в собственном кабинете. По статье «Получение взятки за незаконные действия в особо крупном размере региональное управление Следственного комитета возбудило против Павла Смирнова уголовное дело». По данным следствия, Смирнов получил взятку за совершение действий в пользу представляемого взяткодателем юридического лица при размещении и реализации муниципальных заказов. 1 миллион 132 тысячи рублей. Мистическая цифра 13 затаилась и в сумме взятки. Ирония, что ни говори. Но что еще забавнее, нашли деньги в холодильнике чиновника. Вот. Моя благодарность вам. Спасибо большое вам. Стоять! Что вы, ребята? Спокойно. Место! Опыт! Ваш? Да. Синицын. Чтобы не сгореть, это же советский спорт. По информации ТАСС, взяткодателем оказался один из руководителей местного завода железобетонных изделий Сергей Тучковский. А газета «Коммерсанты» и вовсе раскрывает детали задержания. Якобы лично в руки грандоначальник деньги не взял, а попросил положить их в морозильную камеру в комнате отдыха. Операция прошла под контролем ФСБ. Сейчас он содержится под стражей. Интинский районный суд внял доводом следствия и оставил Смирнова под арестом до 15 января следующего года. На руках у Смирнова имеется заграничный паспорт. Соответственно, у следствия имелись достаточные основания полагать, что находясь на свободе, Смирнов сможет скрыться от органов предварительного расследования и суда, опасаясь назначения наказания за данное преступление. Череда арестов высокопоставленных чиновников, начиная с сентября этого года, в республике уже мало кого удивляет. Но то, что в громком списке оказался и несомненно заметный Смирнов, для его родной Инты стало откровенным шоком. Многие отказываются верить в случившееся и надеются, что следствие разберется, как принято говорить в таких случаях. Тяжело, больно говорить. С данным человеком я проработал, на самом деле, 8 лет в депутатском корпусе и 5 лет я проработал как глава, он как руководитель. Он мой друг и останется моим другом. Я думаю, что следствие разберется, кто прав, кто виноват. И было ли или не было, я не могу комментировать следственные действия. Жители Инты переносят, это очень тяжело, на самом деле. Жители Инты не верят. Сейчас в Инте ситуация стабильная, хотя еще в выходные народ буквально вышел на митинг в защиту Смирнова. В администрации города собралось ни много ни мало свыше 200 человек. Диалог получился на редкость эмоциональным. А Павлу Валерьевичу мы давайте пожелаем крепкого, хорошего здоровья и помолимся за него. Я прошу только, чтобы его семью оградили на всякой грязи. И чтобы вот эти вот всякие вот, ну, вы сами понимаете, партии, которых здесь нет, чтобы не было этих плакатов, всяких грязей, вот этого вот, жил-жил-жил. Мы его верим и любим и ждем. Почему Москва приезжает и находит ошибки, а наши интинские нет? Потому что это подстава самая настоящая. Самая нас подставляет. Для кого? Всенародная любовь интинцев к Павлу Смирнову объяснить несложно. При нем город словно ожил. И, что важно, люди поверили в перспективы Инты. Авторитет на среди горожан мэр не давал спуску своим подчиненным, отчего городские планерки нередко проходили на повышенных тонах. Мне не нужен такой директор, который сегодня возглавляет тепловую компанию. Монатки может собирать и валить на все четыре стороны. И не дай бог, кто-либо из руководителей местного уровня или республиканского, работающих в Инте, посмеет без меня подписывать такие приказы. И так люди нищие, нищие. У нас цены растут каждый день. Коммуналка растет. Что мы уменьшаем? Это история с урезанием зарплат простым рабочим местной тепловой компании за считанные дни до задержания получила общереспубликанский резонанс. Вопрос на личный контроль взял губернатор комиссер Сергей Гапликов. Об отмене злополучного приказа, сократившего премии за нормы расхода топлива и электроэнергии кочегаром Верхней Инты, Смирнов доложил приличной встрече. И заметьте, какой контраст в общении. Я просто против вот этого. Ну я просто против вот этого. Я против того, чтобы экономили деньги на самых, ну извините такое слово, малоимущих сотрудниках, но вместе с тем, на которых держится вся работа сегодня котель. Еще месяц назад в одном из последних своих интервью местным журналистам Смирнов шутил на тему ареста. Вас упорно хотят... Посадить. Посадить. А кто конкретные люди хотят меня посадить? Ну, наверное, ваши люди. А как их зовут? Ну, вам больше известно. Ну, может скажите. Я не знаю. Я разберусь с ним. Ну ладно, это шутка. Даже если бы нам не сказал. Смирнов был человеком Гайзера. Да он этого не скрывал и после ареста экс-губернатора Коми. Впрочем, осмотрительно отрицает свою причастность к деятельности так называемого преступного сообщества. Вы же входили в близкое окружение Вячеслава Гайзера? Не скрываю этого, конечно. Неужели вот вы ничего... Я входил в близкое окружение Алексея Чернова? А вам следователи вообще задавали вопросы? Нет, пока Бог миловал. Пока Бог миловал. Теперь отвечать, похоже, придется. Может и по другим вопросам, но уже в качестве подследственного. И все-таки смущает одно обстоятельство. Неужели в такой неспокойный для чиновников Коми период, когда то и дело кого-то задерживают, мэр Инты Павел Смирнов осмелился покуситься на взятку? Губительная самоуверенность или банальная жадность? Впрочем, результат закономерный. Неприкасаемых больше нет. Так сказал уже Сергей Гапликов, комментируя арест опального мэра. Евгений Ракин о некоторых деталях и промежуточных итогах одного мэрского дела.